Особенности юношей, не могу сказать за всех, за тех ребят, которые были у меня, я была потрясена, насколько они разные, насколько они интересующиеся, то есть они очень активные. У меня были все такие ребята, они очень разносторонние, очень, начиная от искусства, спорт, какие-то новые технологии, то есть им это все очень-очень интересно, и самое интересное, что я с ними учусь, очень многому знаю их от них. Вот, но особенности мальчиков и девочек, то что мальчики у нас, они все-таки вот такие вот закрытые немножечко, и надо немножечко постучаться до них, то есть больше инициативы всегда было от меня. Девочки, у меня была девочка, вот первая, то есть здесь наоборот, здесь наоборот столько эмоций. Я считаю, что то, что я сейчас подросток, и это очень разными эмоциями ощущаю. За день я могу несколько раз поплакать, несколько раз быть на вершине счастья, и при этом все это анализировать, думать об этом, и погружаться и в себя, и быть открытой. В принципе, такое ощущение, вот это вот называется юношеский максимализм, такое ощущение, что весь мир перед тобой, и ты можешь сделать все, что угодно, и все зависит только от тебя. Ты можешь горы свернуть, и не только горы, ты можешь перейти через глубокую реку какую-нибудь, то есть абсолютно все открыто, абсолютно все перед тобой, и ты куда хочешь, туда и идешь. Ну, в процессе работы вот именно по системе выбора у них очень важная вещь для них это определиться с тем, кем же они все-таки будут. Вообще, в принципе, у подростка есть вот такая потребность в том, чтобы иметь какую-то роль, какую-то особенность. Вот поэтому, собственно, поэтому субкультура часто появляется, то есть они как-то выделяются, когда они знают, как можно по-другому выделиться. Если они как-то не отправляются в свои силы, возможности, там, в творчество, там, в музыку, или там, в знания, или в спорт, то часто идут вот в какую-нибудь субкультуру и самовыражаются таким образом, то есть как какие-нибудь из их друзья, их окружение. Я считаю, что этот возраст очень важен для дальнейшего развития, потому что сейчас уже формулируется сознание о том, чего я хочу в жизни, и у меня есть такая прекрасная возможность мечтать, и мечтать без каких-либо границ. Очень важно дать каждому какую-то роль, чтобы каждый понимал вообще, что он должен делать-то. И чтобы каждый понимал свою значимость, вот это очень ценно. И, собственно, с профессией, мне кажется, то же самое. Не зря, значит, все профессии важны, все профессии нужны, потому что действительно каждая профессия нужна, она имеет какую-то ценность. Сама идея? Ну, понять, что ты хочешь делать в будущем, мне кажется, это очень важно, потому что, ну, это и есть основная идея, по моему мнению. И если ты поймешь, что ты хочешь делать дальше, то у тебя не будет какой-то фазы между этим, когда ты такой, что мне делать, как мне быть, зачем я в этом мире и всего такого. Нет, конечно, фаза «зачем я в этом мире» придет, но позже. И как раз-таки можно это время чем-то полезным занять, типа подготовка, обучение. То есть меньше времени тратится, и это очень важно, время царь для ресурсов. Человеческий потенциал, он настолько огромен, что это возможно. То есть каждый человек имеет все ресурсы для того, чтобы обнаружить свои таланты, развивать. Вопрос в том, что в какие-то моменты жизни нужно еще какое-то внешнее включение. И, возможно, в подростковом возрасте возникает впервые более-менее понятный запрос изнутри, что кажется, мне нужна чья-то поддержка. То есть если в детстве ее дают достаточно много, и родители, и какие-то наставники, тренеры, мы же ходим в всякие кружки, в школе очень много за нами наблюдают, внимательно к нам. А вот в подростковом возрасте это внимание как-то более рассеяно. И подростки больше проводят время не внутри семьи, а внутри школьной системы, а все-таки больше со сверстниками, которые ответы на эти вопросы специально не могут дать. То есть они скорее тоже такие ищущие, и они могут дать поддержку, что-нибудь там сделать вместе, нежели найти тот самый ответ, который позволит более-менее радостно вставать каждый день и понимать, что хочется делать. И тут-то вот может возникнуть какая-то организация и какие-то люди, которые под какой-то идеей делают, профориентацию назовем это так, которые могут чуть-чуть поднаправить. В нашем случае мы тоже можем быть такой организацией. Мы последовательно двигаемся, то есть появился запрос, и дальше мы работаем сначала с рефлексией подростка, со взглядом на себя как бы со стороны. Когда подросток вообще пытается понять, а кто я, чем я уникален в этой жизни, чем я особенный и что мне подходит. Он узнает о профессии. Проблема профессионального самоопределения во многом состоит в том, что среднестатистический подросток может назвать 30-40 профессий, а реальных там порядка 40 тысяч. И самостоятельно выбрать из того, что ты не знаешь, но это как-то не очень вообще реально. И с нашей помощью, когда мы погружаем подростка вообще в этот мир профессий, когда мы можем рассказать ему, смотри, есть тот, есть тот, и учитываем тенденции, как это меняется. Есть профессии, которые исчезают, есть профессии, которые появляются. Это тоже важно удерживать. Все вместе вот это вот дает ему понимание того, что вообще сейчас происходит в профессиональном мире, в тех направлениях, которые ему интересны. Ну, чтобы понять подростка, чем он хочет заниматься, мне кажется, нужно для начала решить для себя, что ты любишь, какие увлечения у тебя есть, например, в каком направлении ты любишь двигаться, чем ты любишь заниматься в свободное время. Учитывать все это и в дальнейшем строить свою карьеру, свою жизнь в связи со своими увлечениями. Ну, я... мне было на самом деле под конец курса, у меня было два варианта. Это либо что-то связанное с экологией, или же это что-то связанное с обществом. Потому что с детства я такой юный психолог, мне очень интересно общаться с людьми. И после долгих разговоров со своим куратором определились все-таки, что это будет профессия, больше связанное с обществом. То есть в итоге определим менеджером по внутренней коммуникации. Я очень не могла долго запомнить, как это называется, но я запомню. Вот. У меня есть своя очень странная идея насчет того, куда я хочу поступать и что я хочу делать в последствии. И эта идея, она не просто я пойду вот этим путем, и я доблюсь там чего-то высокого, и это будет круто. А я собираюсь идти вот такими путями. Я больше люблю что-то нестандартное. Вот. Поэтому я выбрала сейчас технический профиль. Я собираюсь поступать в этот крутой классный вуз типа МПДИ или Бауманке. Хочу очень туда попасть. Вот. И я это делаю для... Ну, не для того, чтобы потом заниматься техническими науками, а просто для того, чтобы получить техническое образование, чтобы как-то настроить свой мозг на очень такую организованную, правильную, логическую работу. Ну, мне кажется, что в первую очередь это боязнь, а будет ли мне это нравиться в дальнейшем, поможет ли мне это как-то, действительно ли это то, что я люблю. Это всегда как раз вопросы, которые всегда откапывают человека назад. Ну, опять же, вот сложность выбора. Когда выбор стоит между тем, что нравится, и между тем, что правильно. Ну, это, в принципе, это не только выбор, опять же, профессия, это еще и вообще в жизненных ситуациях, когда ты думаешь, что ты хочешь поступить именно так, и тебе действительно так хочется поступить. И тебе говорят, что нужно делать так, что ты не прав, что так нельзя делать, как ты хочешь. Вот. И, наверное, вот это больше всего мешает. Сначала я выбрала свое профессиональное направление вместе с папой. То есть он рассказывал мне про свою работу, то есть там вечером, когда мы сидели за ужином. Вот. Мне очень это понравилось. Я поняла, что хочу продолжать папину деятельность, но поняла, что, как бы, в некоторые моменты мне это не очень интересно, и нужно найти для себя что-то, чем тебе будет приятно вообще для себя заниматься в будущем. То есть чтобы иметь какой-то старт и иметь два направления. И я, когда начала заниматься разными курсами, то есть я искала для себя то, что мне вот прям за душу возьмет, я нашла для себя режиссеру, то есть снимать, монтировать, я очень люблю это. Я поняла, что моя жизнь будет связана и с режиссерой, и с айти-сверхой.